Слава Богу 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 чтобы духовно спали, чтобы отвлекались всякими мыслями, чтобы мы, пусть Бог поможет, чтобы правильно развышлять, наблюдать своим зрением, наблюдать своим слухом, в молитвах, в трудностях, везде, всюду. Да поможет Господь для нас бодрствовать и быть в том должном состоянии. Да поможет Господь. Вот смотрите, много можно священного писания приводить, фактов. Но я так некоторые хочу подметить. Смотрите, когда Христос был с учениками своими, он спрашивает, а за кого почитают меня люди? Ну, за того, за того, говорят, за одного из пророков, за Илью там. А вы за кого? А Петр говорит, ты Христос, Сын Бога Живого. И что Христос говорит? Блажен ты, Симон Петр, что ты не плоти кровь открыл тебе, но Отец мой открыл Духом Святым. Я, наверное, думаю, Петр, как-то так радостно пришло, как не есть. Тут есть другие ученики, более они грамотные, способные. А вот для него Господь открыл. Открыл это разумение, и он заявил, что ты Христос, Сын Бога Живого. Но после немножко проходит время, Христос говорит о своих страданиях, что Ему надлежит только пострадать, умереть, быть распятым, умереть. А смотрите, а Петр уже не замечает уже поделку врага. То был Господь открыл, вразумил его Духом Святым. Но тут враг старается подкинуть свою поделку, и он стал прикословить Христу. Написано, прикословить. И что он говорит? Да не будет, будь к себе милостью. Как бы зачем ты сюда пришел, за весь этот род страдает, зачем ты мы с тобою, нам хорошо, будь милостив к себе. И смотрите, что Христос говорит, отойди от меня, Сатана. Не то, что Петр, Сатана, он видел, кто воспользовался этим мышлением Петра, кто воспользовался его устами. И он почему-то, Петр, Христос сказал, отойди от меня, Сатана. Ты не думаешь о том, что Божие, а что человеческое. О, дорогие мои братья и сестры, да поможет, даст нам силы Бог, чтобы выяснил. Мы так стали на страже, что если какая-то подходит со стороны врага, какая-то подделка, чтобы мы могли противостоять и отражать сестры лукавого. Или смотрите, как церковь возрастала вне апостолов, какая чудеса была благодать, какое присутствие Божие, как многие свои имения продавали, свою землю, несли к ногам апостолов, и не распределяли, кто не имел, те, как говорится, помогали. И так, говорится, действительно, какое-то особое, было состояние особое церковь народа Божьего. И вот там тоже одна семья, муж, жена, их хорошее расположение было, очень хорошее намерение, они продали свою землю, и, наверное, посмотрели, сколько тут денег лежит, им, когда дали этого серебра, все же мысль пришла. Ну, а вот мы отдадим. А что же будет дальше? А вдруг что-то не так? А вдруг какой-то будет черный день? А вдруг какой-то трудности? А мы все отдадим за эту землю, и нас только будет... А как нам дальше быть? Ну, действительно, подумали, наверное, решили, надо как-то сказать. Ну, как хорошо было бы, чтобы они сказали, вот мы за столько продали, столько мы вам отдаем, столько мы себе оставляем. Но нет, показать себя очень великим и хорошим, все же, к ней есть среди праведников. И мы уже праведники, и не утаивают, и как бы показать в лице апостолов, поклят перед апостолом, что они очень такие, что все, что продали, все принесли, ничего не оставили. И вы смотрите, как жалко, они дали место врагу. Место врагу! Враг нашел это место, он на одну из сердечных полок, положил туда свое, и они пришли, смотрите, апостолы, такие движущими силой Божией, и они дерзнули, стал сказать ложь. Почему Петр и сказал? Зачем допустил такую мысль лгать Духу Святому? Это ж твое, ты имел право распоражаться. Зачем такую ложь говоришь? О, дорогие мои братья и сестры, они не пободрствовали. И этот финал бодрствования, они оба пали мертвыми, и с самой категории несчастных, приложились к категории несчастных людей. Дорогие мои братья и сестры, Бог святой. Он не потерпит беззаконие, Он в то время показал, какой Он святой, даже какая-то частица обмана, часть обмана в глазах Божьих, это великий грех. Дорогие мои братья и сестры, как мы бодрствуем, как мы наблюдаем за своими устами, может, много что позволяем, может, мы не обращаем на некоторые грехи, которые в наших глазах кажутся маленькими, но независимо, какого цвета грась или какое ее количество. Есть грась, есть грась, грех, есть грех. Поэтому да поможет Господь, даст нам силы, мне и каждому из нас, бодрствовать, брат, сестра, на собрании здесь, бодрствуй. Выходишь, бодрствуй. Даже могут некоторые тебя в чем-то уловить или обмануть. А среди верушек это порой очень удается. Бывает, один домашних можно обмануть десять. Потому что те в простоте верят. Дорогие мои братья и сестры, на работе бодрствуй. В магазине, дома, везде. Да поможет Господь нам бодрствовать. Через бодрствование наше зависит будущее. Через наше бодрствие зависит наше положение пред Богом. Да поможет Господь. Сколько есть людей, которые за рулем, кажется, просто физический сон, они не пободрствовали. И, возможно, даже есть такие факты, целые семьи в машине погибали. Кажется, что такое? Вы знаете, поймите, между сном и бодрствованием нет границы. Нет границы. Между духовным бодрствованием и духовным сном тоже нет границы. Но нам необходимо бодрствоваться. Да поможет Господь. Мы не так, кажется, давно этот праздник праздновали, Преображение Господнее. Все мы чудесно восхищались, как Господь преобразился. Там были ученики. Обратили очень внимание, что там был Илья и Моисей пришли. Обратили внимание, что там, как Христос преобразился в славу. Обратили внимание, как Отец Небешный сказал о Сыне Своем. Но, дорогие мои братья и сады, заметьте, как важно бодрствоваться. Даже там, это не то, что их нынешняя инициатива. Я понимаю, воздействие врага на них. И там они не пободрствовали и спали. И написано, пробудившись, пробудившись, они увидели. Ой, если бы они с самого начала бодрствовали. Я думаю, они более пережили это общение, общение с Вечным Богом. Это чудесная гармония человека с Богом. Но они это упустили, дорогие мои братья и сестры. Да поможет Господь, каждому из нас. Да поможет Господь воистину бодрствовать, бодрствовать, бодрствовать. Другой брат, сестра, выйдешь отсюда, пойдем дальше, будем идти по жизни, будем двигаться вперед, но давайте каждый будем промирать. Как мы будем своими словами, своими поступками, своими действиями, всюду везде. Да поможет Господь. Одно не забывайте, враг ходит, как рыкающий щелев. А вы знаете, в лесу, если бы вы попали бы в лес, где-то в джунгли, и там услышали ров льва, ну, я думаю, не стояли бы в бесспешности, не прилегли бы спать, не залезли с кем-то другим ненужным, ну, что-то не соответствует, занялись. Но вы себя поставили в напряжении. Рычит лев, я должен быть на страже, всюду во всем. Да поможет нам Господь, а ему слава. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...